Добрый день, дорогие друзья! На дворе хотелось было сказать масленица, но нет. На дворе у нас пост. И вы знаете, я недавно был в городе Минск и попал на завтрак в одно кафе. Кафе, ресторан, ну, неважно. В общем, заведение, в котором меня кормили. И так как я пощусь, но у меня свой пост не такой, как, скажем, у многих. Я сейчас не ем какое-то время мясо, экспериментирую над собой. Ну и, соответственно, пока не ем молочку и яйца. Так вот, я попросил овсяную кашу на воде. Вы знаете, какая это отвратительная штука. Короче, мне принесли эту кашу. Она безумно невкусная. И там идет к ней еще, так скажем, под гарнировка или, как бы сказать, усилитель вкуса. Значит, грецкий орех, яблоко, корица. Все это с сахаром обжарено и полито. То есть я еще и корицу ненавижу. Но кто бы мог подумать, что все в одной чашке сложится самым плачевным образом. Так, грецкий орех горький, горьковатый, да? Он стоит, блин, 2200 рублей килограмм, ну, в Москве. Лен, который я сегодня буду использовать в приготовлении овсяной каши, стоит 200 рублей килограмм. Это господа шеф-повара, кто стремится к уменьшению себестоимости и к увеличению вкусовых качеств. И кунжут, который стоит 700 рублей килограмм. Представляете, где у нас грецкий орех, яблоки, ладно, невысокая себестоимость, но вот это гораздо вкуснее, полезнее. Потому что у нас самое большое количество кальция из всего растительного содержится в кунжуте. А лен является клетчаткой, которая помогает скрабировать, снимать всякую ерунду со стенок желудка. Очень полезная, правильная пища. Итак, кашу я сегодня буду готовить на молоке, но на постном молоке, которое я сделал из миндаля. В одном из роликов, ссылочку я дам, как сделать молоко из миндаля. Так вот, на этом молоке я и буду варить овсяную кашу. Для начала нужно вылить миндальное молоко в сотейник. Там образуется осадочек от орехов, поэтому взбалтываем. Я обязательно еще из чайника добавляю. Во-первых, ополаскиваю стакан, ничего лишнего не должно остаться в стакане. А возможно, это нам пригодится еще дальше для добавления водички в нашу кашу. Пока молоко закипает, сразу же добавляем соль, потому что соль это усилитель вкуса. Миндальное молоко, как и обычное, приклеивается, прижаривается по краям. Это хороший знак. Обязательно сахар. Значит, кто сахар не использует, потом польете медом. Но я буду использовать и то, и другое. Значит, как только у нас молоко закипело, мы начинаем сюда сыпать овсянку. В моем случае это уже дробленая овсянка. Ну, во-первых, она очень быстро варится. Во-вторых, удобно. С утра быстренько-быстренько. Молоко у вас может стоять довольно долго в холодильнике. Достали молочка. Во время поста, знаете, когда охота, сладкую кашу. И самое главное, вкусную. Вкусную. Я за вкус. Все, мешаете, добавляете. Мелкая овсянка и мелкие крупы удобны тем, что вы можете не сразу высыпать какое-то количество на объем воды, а добавлять по мере, так сказать, уваривания. Я манку точно так же варю. Сейчас поменьше огонек. Я манку точно так же варю. Добавляю сначала какое-то количество, смотрю, как она себя ведет, а потом добавляю еще. Сразу же пробуем. Вот это другое дело. И вот это я понимаю. Каша со вкусом. Постная каша полностью. С нормальным вкусом. Больше овсянку не сыплю, а чуть-чуть добавлю воды. Потому что молоко у нас уже там есть. Нет, если у вас больше молока, ну добавляйте туда сколько хотите. Но учтите, что орех, миндаль все-таки жирный, поэтому вот этот вот вкус, омега-3 кислот, будет он стоять у вас в горле. Не переборщите, лучше немного разбавить водой. Очень часто повара в ресторанах говорят, мы специально не добавляем ни соль, ни сахар, для того, чтобы человек мог довести по своему вкусу. Блин, реально, к вам в рестораны ходят люди, 90% из них вообще не понимают, как довести блюдо по вкусу. Как его довести? Ну вот ты спроси, например, хорошо, моя жена знает, ладно. Ну вот спроси нашего продюсера. А почему я? Как что, так сразу косой-косой? Ну ладно, он тоже знает. Спроси мою сестру, которая всегда так себе готовила. Не жрите меня, а то трупы уже прятать негде. Не, про сестру не надо, сестра неплохо готовила у меня, мама плохо готовила, да? В общем, спросите своего близкого человека, который вообще никогда не готовил, как довести блюдо по вкусу. Он скажет, да фиг его знает. Так и здесь. Я приверженец того, чтобы в ресторане мы подавали блюдо полноценное. Полноценное. Соль, сахар, все должно быть. Или уговаривайте своих официантов, договаривайтесь с ними, чтобы они подходили к клиенту и говорили. Вот вам блюдо, каша не соленая, не перченая, никакая, не сахар. Вот вам сахар, вот вам соль. Добавляйте, пожалуйста, по своему вкусу. Но опять же, представляете, вот человек взял чайную ложку, бахнул туда соли, такой, блин, обратно же не вытащишь. Поэтому я всегда говорю, делайте полноценную кашу, тогда не будет жалоб от ваших клиентов. Смотрите, каша, все, каша молочная, постная, готова. Понимаете? Вкус изумительный. Теперь нужно вот что сделать. Нужно гарнир к ней, как бы. Ту вкусовую составляющую, которую мне в моей каше, там, вот где я пробовал, тоже испортили. Я высыпаю в сковородку кунжут, потому что мы все знаем, кунжут, пока не обжаренный, не имеет вкуса. Ну, как вата. Лен такая же тема. Поэтому лен тоже мы должны обжарить. Как только вы обжарите лен, он становится по вкусу, я не знаю, сравнить его с чем. Наверное, в какой-то момент даже вкуснее, чем подсолнечные семечки. Поэтому можно его использовать в украшениях, но я использую это как постный элемент, создающий хрупкость, хрусткость. В каше. И, конечно же, как клетчатку, которая позволяет вам чистить ваш желудок. Потому что все-таки пост, это некий такой процесс очищения. Как только лен начнет лопаться, тогда мы поймем, что зерно прогрелось и приобрело вкус. Обязательно помешивать нужно все время. О, о, лен. Видите, лен начал стрелять. Только лицо, конечно, убирайте, потому что горячие семечки, вон они туда вылетают. Вот, это означает, что лен начал обжариваться. Семечки лопаются. Ой-ой-ой. То есть, чтобы они сильно не скакали, вот их нужно так перемешивать. Таким образом, я им не даю. Газ выключаю. Смотрите, что я делаю. Но это уже мои личные ништяки. Если вы не захотите, можете этого не добавлять. Кунжутное масло очень-очень ароматное. Но это масло из жареных кунжутных семечек. Я хочу сюда добавить прям вот одну каплю, для того, чтобы подчеркнуть яркий вкус миндаля. Не переборщите, а то у вас каша будет кунжутная. Яркий вкус миндаля. Но при всем этом, так как это все-таки постное блюдо, то непременно хочется, чтобы была небольшая кислинка. Благо, мы можем себе позволить в постное молоко добавлять кислоту. А обычное бы могло свернуться коровье. То есть, для вкуса. Здесь нужно вот поймать вкус. У нас же вкус из чего состоит? Сладкий, соленый, кислый и горький. Все. Когда вы делаете блюдо, думайте, чего вам не хватает. Какого вкуса. И добавляйте. Так, выливаю кашку в глубокую тарелку. В самую красивую, но в моем случае, тарелка моей красавицы-жены. Она вот своими руками делает великолепные такие тарелочки. Пока что повезло только мне, но и возможно, что скоро мы начнем их продавать. Теперь лен и кунжут. Прям посыпаем, не стесняясь, леном и кунжутом. У меня здесь есть припасено. Припасен медок в сотах. Видели? Какая гламурная штука. Если у вас нет сот, просто залейте медом. А то сейчас особо одаренно начнут писать. Ну, конечно, у вас там в Москве, вы там, зарплаты у вас миллионные. А мы только можем позволить себе крабовые палочки майонез. Мед в сотах. Везде есть мед в сотах. Но если нет меда в сотах, значит, возьмите другой мед. Проблемы вообще никакой нет. Просто в сотах красивее. Украшаем кашу кусочком меда в сотах. Каша готова. Аромат великолепный. Семечки хрустят. Каша имеет вкус, цвет, форму. Не какая-то водяная жижа невкусная. Великолепно. Я вас уверяю, в пост вот такими кашами вы можете менять крупы. Вы можете менять виды молока. Можете использовать кедровое. Можете миндальное. Можете фундучное. Любое молоко из любых орехов, кроме грецких. Грецкие горчат. Вы можете использовать даже кокос. Вы можете использовать для того, чтобы приготовить вот такое простое, полезное, вкусное и постное блюдо. Приятного аппетита, друзья. Оставайтесь с нами, ставьте лайки, пишите комменты. Мы их читаем. Я их читаю, отвечаю и слежу за тем, что вы просите. И будем снимать дальше, дальше, дальше рецепты, которые вам нужны. До свидания.